и здравия соратники очень не хочется копаться в сортах и калек но придется ну потому что нужно продлить еще одну галочку поставить не знаю еще один номерок забить списке тех кто мягко говоря критикуют цельнозор еще одно подтверждение того что критика цельнозора ну и моны тоже это просто напросто диагноз ну вот кратенько это тот сеансик можно разобрать но очень кратенький сейчас будет разборчик а midgard sunrise midgard наверно срединая земля sunrise это восход четко вот такая сначала тоже как и викуся по той же технологии выдавала себя за соратницу очень замечательно пользовалась символами но когда и дали команду видимо либо она осознала что ну дольше скрываться нет смысла она пошла в разнос говорит что пользуется символами но я пользуюсь и ими неправильно начала такую ересь нести просто комментариях ну классическая схема сначала идти параллельным курсом снизу потом поравняться потом перехватить управление что она круче он как и викуся большая борцуха или больше видит так далее и оттянуть на себя какую-то часть людей ну понятно что не сработало ну что может сработать их количестве просмотров и и ансов вот на уровне не знаю двухсот трехсот видим 300 просмотров и с интервалом по пару недель по месяц ну пару недель получается да но тем не менее какое-то количество фекалик она и вот это вот и и грешно смеяться над больными людьми но скажем так слиперши они уже тоже высказывались разные люди в том числе надя который когда-то с ними работала тоже неплохой отзыв правило можно посмотреть а многое по делу то есть я полностью присоединяюсь ко всему она своеобразно подает эту информацию я согласен да и по поводу и левашова и так далее что можно сказать по поводу от этого сеанса собственно говоря до классическая программа по разрушению канала наших соратников по расщеплению группы более-менее монолитной а попытка была магическая перепрограммировать не только магическое от их помощник много всякого говна на выливает даже вот в этом сеансе а есть некие вы которые мы заскринили несмотря на то что вот здесь вот все комментарии она почистила но они сохранились а тут были и мои комментарии тут были потому что моно писала миша укинула фикарь q как всегда осталось только запах на ее руках до нас то понятно нет ли тела но разобрать стоит поскольку методичка у всех одна и я сейчас это все объясню методичка тех масонов которые курируют вот такие недоканалы недовидящих и я сейчас объясню как они действуют смотря на то что я написал лидии убирать им был мой символ символ мироздания символа своего канала ибо нехер монада моно написала вот этот то что я написал ей лично ответа не было в телеграме ответ здесь был почему-то от какого-то sunrise meridium это тот самый сергей манукеан который за своим бредом достал а меня уже в чате практик и и в гараже и собственно от этого и именно поэтому следствие этого он и был там забанен тонкий намек вот это пример того что было удалено удалено с чата из переписки под этим роликом где она пытается обкакать и меня и моно и и все что только можно и перехватить управление люди которые писали там тоже позитивные отклики канал удалял якобы миша что-то не понимает да знает какие контракты у миши потому что она не видит ничего от слова с ее утверждениях сводятся примерно к тому что он моно мне сказки рассказывал я сам пути светлый бог нихрена не вижу нихрена не понимаю и просто принимаю все как-то глупо на веру символ кона она добавила какие-то свои энергии нонсенс как-то перепраграммировала квантовых помощников но об этом позже все переписку михаила тоже зачистила да миша в общем-то прав вот в своих комментариях потому что то что творится на этом сеансе ну скажем так две женщины не они дай бог если соберутся без какого-то направляющего вектора мужского мягко говоря очень быстро запутать им нужен некий источник вектор да обещают выставить какую-то третью часть одного и того же сеанса то есть мусоль это пережевывают контакт с одной мадамой я его сейчас разберу как смогу потому что я посмотрел на минут 20 наверное больше не осилий просто-напросто вы куда выслушать ну а далее наверное стоит разобрать поподробнее что происходит и наверное мы этим и и займёмся например якобы это вот мадама прошла сеанс с моной возможно она говорит вот назад сам сеанс почему-то представить не смогла ну допустим сеанс был допустим и что же мы видим до чего они докопались до какого то вот здесь вот собрали все то что было упомянуто но якобы это в привязкой он у михаила уб 20 процентов будто бы моно и михаил как-то связано с кубом 20 процентов ладно посмотрим стоит кое-что разобрать слушай меня эту ситуацию отменяю эти моменты отменяем все эти программы там я пишу освобождаю убираю все это все как надо а вот когда пишу опыт убираю эту ситуацию эмоции из настоящего прошлого и будущего меня эту ситуацию отменяя этот момент и как-то отменишь это момент эту часть тебя можно сразу в дело украшивать всегда кодовое слово которая тебя якобы потом как бы восстанавливается получается что в конце сеанса она говорит что если я по тела эфирные ментальные там еще какие-то получили повреждения на 20 процентов указывается точная цифра то значит вы должны будете назвать кодовое слово ну не совсем так это действительно одна из техник сделать привязку да не замечая что с тобой происходит в повседневных делах при атаке там у кого-то можно сделать привязку чтобы нос там зачистался и рука зуд какой-то либо что какая-то ситуация вспомнилась либо слово какое-то как всплыло либо образ да можно сделать это кем-то использовалась психотехника привязки чего-то к чему-то да михаил из своего прошлого опыта подумал и правильно наверное это его решение вот этой женщине которая не видит сама при какой-то атаки при наезде при понижении ее энерго уровня который она сама не увидит не засечет был такой некий то что называется психологии триггер чтобы было какое-то слово и она поняла что что-то не так и занялась собой да потом плохой не знаю но как все переврали и тут на этом сеансе это тоже о чем говорит понятно что такие техники даются но не всем и не для всех большинство людей сама понимаешь не так и начали что нужно работать но на тут видимо был тяжелый случай поэтому пришлось дать вот некую технику некую жесткую указиловку для подсознания оба она просигнализировал сознание что что-то не так опять же повторюсь это может быть через образ через слово выбрали через слово потому что человек сама не видит на мой взгляд но нормально но зачем это все перебирать и и спрашивает какое вы называете и каждый называет свое я хочу разобраться в этом что значит она говорит какое ваше кодовое за какие там могут быть кодовые слова чем вы как может сам выбрать кодовое слово да то есть ничего плохого в этом как бы и нет повторяю никто этого сеанса и в глаза не видел прошел год год она ну если обращалась но обращалась писала но никакого негатива не было опять же повторю это не вечная какая-то гарантия за год она могла нацеплять чего угодно и как угодно тем не менее она вылазит через год с претензиями и не просит там муну в чем-то разобраться она лезет другому человеку который тоже не в курсе той ситуации что было и пытается как-то выяснить ответы о том что было на себя у муны в общении с этими двумя дамочкой на мой взгляд странновато но я сначала не понимал почему но вот это вот ее фразу многое объяснила сейчас поясню почему она недовольно стала сеансом с муны послушаем ну вот у меня настолько была я настолько я была поражена удивлена что до сеанса я выглядела по-другому после после сеанса у меня кожа на лице вот просто я становилась и она вот становится как смущенное яблоко меня это настолько поразило я стала обращаться к ней то есть такое впечатление что муна это не знаю косметолог который провела к ей какую-то операцию и кожа сморчен ну во первых явно не молодеет девушка во вторых а где критерии по которым ну вот судя по лицу этой женщины вот сугубо мой субъективный взгляд морщины это не самое ее внешность это мягко с вопросами почему что происходит иначе там по-моему кожи и морщины все остальное но мне кажется что то что кожа не молодеет ставить в какую-то причинно-следственную связь с некой работой над собой и работой с регрессологом видящий это немножко неадекват это еще раз объясняет и подтверждает то что вот лидуська пошла по пути векуське она просто собирает неадекват по возможностям и очень много тому подтверждение просто очень много и то что она сама себе противоречит то что все целью деятельности является лишь обкакать мону и меня нас моной каким-то образом много там подтверждений например вот а у чтобы у вас неприятие было к нам неприятие мы никому без спроса да и вообще никому не ходим даже не спрашивали не потому что не ходим спрашивается до когда внедряются это первое второе сеанс проводили с вашего согласия на то чтобы мы никому без спроса не ходим хорошо смотрим вот это телеграме всем участникам группы рассылают это вот дано называемое видящее мы с лидией посвящались и приняли совместное решение о том чтобы вас почистить то есть они уже посвящались они приняли решение это мол они без спроса никому не ходят да вот это уже заполнили какую-то анкету они уже сделали анкету они уже разослали всем то есть они уже вторглись куда только можно и эти мадамы говорят что они без спроса ничего не делают это уже даже не шиза это намного хуже хотя то что это шиза много подтверждений пропустить чтобы вот очистить да пространство это первое второе всегда есть квантовые помощники ну просто мы берем их из своего колл-центра вот и все какой такой свой колл-центр откуда они берут эти фантазерки каких-то квантовых помощников коих мы уже гражданские кроме диагностов все прикрыли потому что такие умники пытаются взаимодействовать и реально взломать и не только такие а и масоны немножко скажем так ограничили их радиус действия вот такие вот матрены колдуньи кое в некоторое количество там за ней стоят знает да это не знает не важно через нее работают масончик и группа чтобы как бы изнутри из тех кто считается соратниками расколоть ее совершенно другие перепрограммирует всю группу потому что группа это некая энерготроводственное поле те кто работает с квантовыми помощниками по определенным методикам и прочие просто смотрят канал монада канал цельнозор это некая общность вот эту общность хотят расколоть всячески вот такими вот ледушками бабушки ледушки ледушки даже не хочу фильтровать базу и через нее работают ну самое интересное что она хорошо ведется на то что чтобы расколоть меня например и результаты моей работы сейчас объясню как очищены да вот Лидия по поводу квантовых помощников да у меня какое-то сложилось немножко подозрение потому что вот именно нужно чтобы они поконные были поконные тех кого я призываю я всегда говорю фантазии мы сделали как бы свой этот колл-центр потому что мы отделили от всех помощников ее энергии ее программы отделили рука лицо у меня просто слине не хватает вот это вот отделить она и говорит об энергии моны отделить можно металл от машины да это не будет машину все равно что вот перед вами стоит машина или танк или все что угодно вот но взять и отделить взять и отделить стекло от окна что это будет тогда будет проем окна не будет уже то же самое машина мягко говоря не поедет если отделить металл если можно будет отделить но невозможно отделить то что она говорит какой-то бред абсолютный а также как и бред про вот это сергей манюкян каблучник от лица этой ледушки говорит что мне передает он искаженную информацию Светлана Левашова описала жизнь Радомира Иисуса и Магдалины Илья в том воплощении был Радомир чтобы он этого не вспомнил то есть какой Радомир это как они утверждают Иисус то есть они поддерживают официальный бред официальный библейский проект якобы был какой-то Иисус которого принесли в жертву и кровью которого можно смыть все грехи это по сути проект адренохром то есть они пусть иносказательно но поддерживают и масона Левашова и масонский библейский проект и к этому как-то приплюсовали приклеили меня сбоку припеку по-моему это перебор я не желаю иметь никакого ничего общего такого Радомирского прошлого и не желаю участвовать во всем этом бреде этого ледуськиного я и написал об этом прямо повторюсь ответа нету сейчас найду в вот в телеграмме я и написал ответа нету от слова совсем боится еще раз подтверждает то что в ответ в открытую открытому диалогу она не способна только закулисные подковерные какие-то интриги обычно что-то видит он может написать это так это не так лук вот здесь это просто проект по подрыву и назора соратников по расколу по внедрению каких-то бредовых идей с одной стороны хорошо потому что люди с минимальным критическим мышлением скажем мягко либо с его отсутствием полностью они уйдут но они и так ушли благодаря веку но какой-то процесс какое-то количество людей они увели замечательно это даже хорошо потому что неадекват должен отсеиваться ну вот тут еще пара человек наверное повелись потому что и мне ему не писали а вот права ли каким хочется ответить так права для тебя да пока я своего мнения нет если там или сама не может смыслить флаг тебе в руки да вперед как как а если она может как-то отделять в квантовых помощниках энергии от информации пусть и переделать что-то перестроить дом намного сложнее чем построить новый она утверждает это она перестроила то есть она может разобраться в первоначальном коде такая умная такая крутая что может даже перепограме что своих-то не создать свой в общем фантазерка ничего общего с реальностью даже у нее нет абсолютно еще раз подтверждает вот некоторые фразы уже там ходил код сегодня у него там прям на орудии сидел так код что-то подтверждает безусловно конечно знаем от кого сейчас на суде присутствует все коны присутствует все кто вершит суд поэтому мы работаем буквально по совести и чести настраивайся дана найди пожалуйста в эфирном пространстве какие все коны какой нахрен а а на каком было уровне о простите считай пожалуйста лида там плюсовой плюс 7 да надо да она и вот заблюриваешься это зря ты вот морду лица покажи свою ведьминскую и линеечку то вытащи где-то то где-то там она у тебя который ты меряешь кто на каком уровне какие сколько процентов ну потому что так такие бреды писала что вообще не описать моно якобы манипулирует всеми играет мы наблюдаем давно убираем программы отбиваемся и атаки вот лежит какашка кого атаковать нашли точку перекусы в развитии так кп работа отлично кроме меня какие некоторые я разберется всем ну вот разобрался утверждает что лида утверждает что она знает кто есть моно почти год работаем работа с моной они работают или сами работают создали намерение поконного разоблачения ну вот пришло накаркивали хорошо разоблачаю и на кого не нападают так просто какашки кидают это не нападение моно показывает 40-60 процентов илье но это то что мы видели то есть я сам вообще ничего не понимаю ничего не вижу только вот жду пока моно мне покажет очевидно же мысли словак он материализуется он не доверяет материализуется то что она описывает ее видение фасеточное как у вихимого так откуда она знала какой видение у веки у веки нет никакого видения вообще у мухи она сама это озвучила когда не было много экранов было бы поконы было бы друг ответ какое другое поконное там таких экранов у каждой бабы и хреново туча потому что многопроцессорная не глубоко но много окошек windows у каждой женщины она может там ребенка качать кашу помешивать подружкой болтать еще краем глаза смотреть телевизор ни одного мужика такого нет один процесс одно внимание охотники вот вот жертва дверь так устроена так устроена так природа устроена женщина может вести много процессов не сильно углубляясь у мужчин такого нет вот даже этого людей не знает и все перевирает ладно века и помогла открыть видение что за бред откуда эта херня миша ранее работал с векой когда миша работал с векой мы свежим с мишей начали переписываться общаться летом был сеанс с ним у меня у миши есть свое видение неплохое и затем уже когда определенным образом ситуация развилась с павлом мона скажем так долго искали тем в паре работать и как вариант вот миша миша не регрессов и наработки у них что у него есть это как бы его наработки личные через себя пропустил немножко я паска немножко моно направила но это совместное и уникальное тем более века не могла ничего никому открыть ибо самой что открыть блин миша ранее работал с века он считывается на 50 процентов съеденный блин судя по этой рехе там еще далеко от 50 процентов съеденного если вообще что то есть как она это вот придумала куда кем он съеден большой блок у Ильи идет из прошлых воплощений гордыня мы нашли при замечательно чтоб сказали как и нашли где и так далее если белый бог то откуда гордыня шел не случайно ну естественно и насти не бывает про это что создал что я создал здрасте приехали называется говори говори да не заговаривайся Алла пошла к Моне на сеанс когда находилась на плюс 7 как она это мерила после сеансов коконей из каналов идущих воспитывающих Бону и других кубе черном минус 33 23 масонские коды 33 23 пошли напрямую начала стареть кожа да конечно же встречала самостоятельно тоже работал замечательно она поднялась на 78 уровень 7 8 15 шестерка опять же чисто масонский код ну вот как это еще мона всем видение ну не всем но многим до открывает казалось уникальный шанс просран вот реально великая преступница ну с ней с ней все понятно противоконные действия Моны есть в наших сеансах да там какой-то один высер непонятный и таким противоконного там ничего нет вроде мы работаем с сущностью кона на тонких уровнях да ни на каких они уровнях не допрыгнет баба без мужчины туда это как капитан и команда капитан принимает решение мужчина как лошадка и и так далее это пара едина целая лодка и погребет там скажем так лодочник изначально не ну как антенна и передатчик не знаю батарейка и моторчик твоей воле скажем так активный по перерабатыванию мира по взаимодействию мира с информационным общением не бывает уже как она может работать да тем более скучно с сущностью кона вообще не понятно как они отделяют от квантовых помощников программы моны вот она сама написала текст который она написала сама разослала всем мы в отличие вот о скажем так вот такую вот баним только за оскорбление откровенно изобрет диалог она сама не хочет поддерживать она не хочет это ну и флаг в руки символ сварги 13 рукавых опять цифра 13 масонская какой символ сварги какой нахрен символ источника жизни имеется так он наверное мы восстановили что она восстановила выставим для людей откуда этот бред пусть не боятся озвучить свои результаты до и после да есть куча результатов до и после и есть канал в телеграме и люди пишут и прочее люди попались на доверие так тебе наверное это не люди а один человек вот она говорила ладно вот еще один высерк символик он есть моей энергии если помните я еще в начале выставил приглашение на волеизъявление на русском украинском языках нет никаких твоих энергий в моем символе если что-то там сама придумала ну огласи перни мозгом хорошо нет уру украинского языка еще раз подтверждаю говорю повторяю было малорусское наречие который сейчас суржик делают превращают некий суржик некий полноценный язык как они думают наполняя молдавскими какими-то венгерскими польскими словами чтобы извратить окончательно увести от русского написал я что проверил как звучит могу ли так его использовать не помешало ли что за бред он то ответил что не помешало надо возвертать язык так как первая версия была на украинском как можно какая первая версия что за бред она пишет не было украинского повторяю малорусское наречие было не было украинцев и украинского языка был один единый русский народ условно русы и белые люди это единое целое какие новые символы она собрала что за бред она пишет в общем какой-то высер чтобы просто увести людей взять часть людей и отвести от нас еще одно подтверждение одно подтверждение того что ну не успокаиваются враги работают молодцы но методички те же самые взять что-то докопаться взять что-то синхронизироваться чтобы человек как бы как соратник себя потом какую-то группу свою создать в квантовых помощниках то же самое такое же было какие-то учителя начали появляться которые учат как работать с квантовыми помощниками и прочее меня просили типа благословления разрешение там консультировать людей я там лучше знаю расскажу и так далее какие-то кто-то начал допрограммировать перепрограммировать новых якобы создавать ну это чушь никто не может создавать квантовых помощников кроме меня и монуслов как мы это делаем это уже не важно но мы это делаем что многие люди работали знают новые сейчас некоторое количество сейчас мы стоим только на скажем так боевых очень малое количество людей работают с ними которые работают они работают с прежними версиями и как бы новые люди пока не надо вот этих двух лидий и прочих ну отключил я сейчас уже некий критерий для квантовых помощников некий уровень энергетики интеллект для людей ну опять же проверка потому что масон очень хорошо маскируются под всех и ловушки ставят и так далее там твои войнушки не буду вдаваться в подробности там много нюансов но то что вот пишет ли да и говорит утверждает это полный абсолютный полный и абсолют чем она меряет эти вот уровни да ну откуда она все это берет не могу понять прольется свет от сварки через кон то есть кон не источник света от какой-то сварки почему не скарги ну да типа идти ар это земля свар почему там 13 рукавов и да ты уж это определись ты будешь считать абсолютно достоверную информацию убираем все искажения этнос магия без приказа никак кодовые слова все снимаем информацию считываем достоверную чистую всю информацию считываем стало полегче а то так пространство стало быть черным и как бы загущивать и вообще печалька я поэтому и попросила так зеркальность убрали убирается она очень туго идет там какие-то маки еще посреди подобное притягивает подобную вот к этой дании она сама не очень вот такая же вот ну видно солнечных детей скажем людей с дцп людей с признаками амбицидности видно они не виноваты просто вот сделать какой-то вывод о работе с тонкими энергиями о том что конно непоконно из анализа вот вот роскоязни вот этих вот двух не самых высокоинтеллектуально одаренных дамочек ну как-то которые уже уже начала морщиться иди не стали дамок из 4 символ вот этого красный красного-черного королевы и шахмат что это за программа то за бред вот вот такой символ красного-черного у кого мы называем красно-черного откуда она знает его символ откуда она его видит у него есть ему почти как мой только понятно красно-черный понятно кубический но не буду его рисовать ибо незачем никому не советую не надо он в прошлом на энергиях как аллы был заложен фундамент школы энергии светлые нужно было чтобы эти энергии служили чужакам черным и шли им на подпитку и тебя тогда мне из больше чтобы не вышла Магдалина не проснулся Радомир и память не вернулась и память не вышла мне такая требедень каждый день в смысле целый сеанс дальше не хочу разбирать все коль у нее не вышла память и не проснулась Магдалина с Радомиром какими-то это все понятно дальше разбирать нет смысла если претензии на уровне символ какого-то красно-черного и то что не проснулся и кожа стянулась и Радомир не проснулся по-моему все понятно но это на некотором уровне вот на этом на видимом а на других уровнях глубже там очень продуманный был магический наезд психологический наезд чтобы молну рассчитать эмоционально дня и так далее ну не вышло но они пытаются пытаются но вот это еще один хороший пример того что критика и наезд на цельнозора это уже символ показатель диагноз скорее всего это диагноз у этой есть диагноз у этой есть диагноз у этой теперь диагноз просто чернушница и колдуньи проколдовавшийся и четко определившийся себя как предательница я запрещаю ее работать со всем что со мной связано включать фантов помощников и даже понять какие слова как он либо не не ей работать то же самое рекомендую выкинуть головы весь бред масонские Левашова и ей и Сереже Манукяну Румян евреи и больше не срать нам в наших чатах и комментах я отмежовываю вот этой ледушки от всего что с ней связано ну и хватит кальки всплыло и уплыло дальше добра соратники это просто еще один камешек в огород нашим врагам или камешка от них был мой огород неважно важно что они засветились и это говорит о том что мы на правильном если нас ругают враги значит мы все делаем правильно значит мы победим добра